Список лучших учителей 2013 года утвержден Советом при правительстве Ивановской области. Педагоги получат по 200 тысяч рублей. Победили в этом году три преподавателя из Иваново, по одному из Фурманово, Шуйского и Родниковского районов. В конкурсном отборе приняли участие 44 учителя из 25 муниципальных образований. Не приняли участие в этом году Ольга Анатольевна Юревецкий муниципальный район и Савинский муниципальный район. Еще одной темой для обсуждения стали итоги реализации проекта дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа начала свою работу в 2008 году и в 2012 была успешно завершена. Все дети и инвалиды получили возможность обучаться дистанционно. Мы провели обучение не только педагогов, но и родителей. Всего в рамках проекта мы обучили 116 родителей. Родители, которые причем никогда не владели ни компьютером, не знали, что это такое, что такое дистанционное обучение. За время воплощения проекта в жизни с федерального бюджета было выделено более 68 миллионов рублей. Из областной указаны 20 миллионов рублей. Стоит признать, что без государственной поддержки снастить рабочие места для ребят было бы невозможно. Средняя стоимость это где-то около 900 тысяч рублей. То есть почти миллион рублей на одного ребенка. И там специальный же, не просто обычный компьютер, там все специально приспособлено к различным заболеваниям. Это дети с опорным двигательным аппаратом, ДЦП и так далее. Поэтому, конечно, это сложный был бы финансовый ресурсоемкий очень проект. У нас 197 детей оснащено. К тому же, все оборудование остается в семьях безвозмездно. Поскольку финансирование закончилось, теперь область сможет оборудовать максимум 5 мест в год. Пока количество заявок эту цифру не превышает.